Равиль Кашин Медзавитов Корпусные слова Это отрезки представления формальной семантики В первых, формальная семантика Она имеет несколько значений Подразделяется Начиная от Наома Хомского Речь идет, может быть, и о поверхностной синтаксисе И глубинном синтаксисе Который, соответственно, очень связан с семантикой А также трансформационная, порождающая семантика Здесь же мы, когда речь идет о корпусной лингвистике Понимаем семантику, действительно Вот парадигматическую, формально представленную семантику То есть компоненты текста, составляющие текста Природа их, парадигматическая природа Подробно описана Фактически, формально разложена И вот как раз в связи с названием нашего круглого стола Экспериментально доказательная парадигма Действительно, здесь вот на основе эксперимента Вот, например, если мы возьмем какие-то леммы Существительно, то буквально, подробно В зависимости, конечно, от потребностей потребителя Описывается род Какому существенно, скажем, абстрактно или конкретно Мужского или такого среднего рода И так далее, и так далее Прилагательно точно так же Мы берем в именительном падеже, естественно И описываем или краткое, или нет полное И скажем, какой он еще может сказать Конкретно, абстрактно, я правильно говорю? По-моему, нет Прилагательное, может быть, относительное Вот как правильно сказать, Дэвид И качественное И с качествами, в свою очередь Могут быть иметь все последние снижения И как выражено в данном случае Данное явление в тексте И в результате получается, что Очень подробно описывается При помощи формы, при помощи плана содержания В конце концов Мы же пользуемся метаязиком Своим, в данном случае Который характерен для корпусной лингвистики Мы описываем семантику Практически всех элементов текста Всех элементов корпуса И в результате получается, что Во-первых, собственно, парадигматически Сам этот элемент описан Более того, на поверхности Скажем так, на уровне поверхностного синтексиса Мы видим особенности Соотношения данного искомого члена текста Предложения текста С левой и с правой стороной То есть реализацию, точнее сказать Актуализацию, как говорят в лингвистике Чтобы не нарушать лингвистическую терминологию Хорошо, Илья Иванович Актуализация левой и правой Валентности А причем эту валентность Можно ее расширять и расширять Ну не до беспредела, по крайней мере Уточняя и утончая семантику данного искомого изучаемого элемента А мы изучаем через вот эти все показатели Точные поверхностные, формальные Мы изучаем глубину структуру этого элемента А очень часто все мы знаем, что встает проблема амонимии И вот, как зная хорошо, во-первых, глубинную, семантическую, земную структуру этого элемента Плюс достаточное количество влево от этой еды венецы и вправо Нахождение семантической природы элементов Мы находим, в конце концов, что означает этот элемент Я бы хотел со словом Амон привести пример Оно может быть иметь, если посмотреть параллельный текст Скажем, французско-русский Оно может быть несколькими значениями Даже тех значений, которые нет в незафиксированных, в живых, последних словарях французского языка И это, естественно, наша задача найти нечто новое Которое потом, может быть, и станет нормативным нам через пару сотен лет А сейчас только пробежки и корикаки появились И вот в результате корпусной лингвистики в данном случае получается чудесным инструментарием Для работы будущих наших всех ученых У нас уже коллеги кто-то выступал и сказал Наконец-то мы дождались Помните, вы перфокарты у нас были, да? Да, хорошо Все бюджетические лыжи заложены перфокартами Это надо было видеть Как мы старательно работали там И это было мало продуктивно А теперь кликнуть стоит И на любое слово Его влево-вправо валентность Если русский язык, то какой конкретный падеж Какой жанр и так далее И так далее можно определить И работать очень даже плодоскорно То есть корпусная лингвистика действительно является хорошим инструментарием И когда сегодняшняя молодежь иногда студенчество недооценивает Мы напоминаем о своих молодых годах Когда нам приходилось печатать карточки Точно и уточнять, что бы это могло означать Ну а в дальнейшем я думаю, что напрашивается В связи с этим Уже вот мы тут говорили о том Что как так случается Что изъяны при переводе И при использовании компьютеров И естественно сегодня выступал Коллега тоже выступал по поводу того Аблу Пашковский, по-моему Он говорил, что действительно Есть параллели между мышлением человека И, наверное, нарушениями деятельности Функционирования, точнее, компьютера И действительно Вот в связи с этим приходит на мысль Вот меня в последнее время начали на сессуалии Это нейронные сети Нейронные сети, когда действительно компьютер На входе берет одно выражение, одно значение Потом происходит бифуркация Может быть трифуркация, по-моему, так не говорят Нет, так не говорят Я тоже так думаю, что нет Даже не аллогизм, а алказинализм случится Нейронные сети вообще как-то говорят Вот И здесь можно увидеть прямо параллельник определенный И уточнять тоже значение благодаря вот этой методике, во-первых Ну и, конечно, непременно нужно использовать лингвистику текста Эта наука, как известно, уже давно существует И здесь уже опираясь на данные конкретного предложения И выходя за пределы предложения Мы можем, конечно же, найти точное значение И же найти подзначение слова О котором мы раньше просто не догадывались Вот, наверное, совсем кратно, что я хотел сказать А вот заканчивая, я хочу сказать Раз влече зашла о названии нашего круглого стола Я сказал о парагитме И второе Синергетической лингвистике Действительно, создавители программы очень мудро поступили Что назвали лингвистикой Потому как я помню, что район генетическим нашим уважаемым Мы рассуждали о том, что если есть синергетики языка, в общем-то, трудно посторить А вот мы уже тогда ведь начали говорить Что есть и структурность Структурность Она, по-моему, прямо связана с синергетикой И въезда в речи И в речи Действительно, у нас диссертации, которые были доказывающие то И поэтому выход в положение удачный, очень лингвистика Артикаревский джин Вот, спасибо 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 Спасибо